Планета Земля. Человек исследует Землю. Греческое слово «гея», давшее название науке о Земле, географии, было именем богини Земли Геи, супруги неба Урана. Греки считали Землю живым существом. Подобные представления можно обнаружить у всех древних народов. Однако достаточно рано люди стали задаваться вопросом о том, какова форма Земли, как она появилась и каково ее место в мире. Согласно древней мифологии, Земля возникла из хаоса, смеси всего. У разных народов есть сказания о том, как именно появилась Земля. Большинство древних мыслителей считали Землю плоской, однако одни помещали ее на спину гигантских животных, например, черепах или китов, плавающих в безбрежном океане. Другие покрывали ее небесным куполом из хрусталя, а третьи думали, что где-то далеко на краю океана стоит Титан, Атлант, который удерживает небо на своих плечах и не дает ему упасть. Впервые идею о том, что Земля – шар, высказал древнегреческий философ Фарменин. Однако эта точка зрения вытекала не из конкретных наблюдений, а из представлений о том, что шар – это самая совершенная из фигур. Придя к кумозаключению о том, что шарообразная Земля – не единственный мир во Вселенной, древние ученые все-таки поместили ее в центр мироздания. И только в XV-XVI веках утвердилась гипотеза, высказанная великим ученым Николаем Коперником и Джордана Бруно о том, что Земля не только круглая, но и вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Официальная наука и церковь долго противились этой теории. В результате научные труды Коперника были запрещены, а Джордана Бруно был объявлен еретиком и сожжен на костре. В конце XVIII века философ Эммануил Канн и математик Пьер Лапас независимо друг от друга сформулировали новую научную гипотезу происхождения Земли и Солнечной системы. По их мнению, Солнце и планеты образовались из вращающейся пылевой туманности, которая сжималась под воздействием силы всемирного тяготения. Из-за центробежных сил от туманности отрывались кольца, которые потом сгустились в планеты, а в центре облака образовалось Солнце. Считается, что 5 миллиардов лет назад в смеси газов и твердых частиц возникло раскаленное ядро Земли, покрытое расплавленной мантией. Постепенно поверхность планеты остыла, превратилась в земную кору. Сквозь ее разломы изливалась раскаленная мантия, вырывались газы и пары воды, которые обрушились ливнями на земную поверхность, дав начало мировому океану, где около полутора миллиардов лет назад возникла жизнь. Продолжение следует...